Я считаю, что нельзя рисовать намного выше того места, где растут свои брови. То есть мы работаем только в зоне, где есть пушковые брови. Мы рисуем эскиз. Перед началом рисования мы обязательно должны обезжирить, либо протереть жидкостью, которая обеззараживает, зону, на которой мы будем работать. Если мы начнем работать по жирной коже, допустим, человек пришел с улицы, у него жирная кожа, будет сложно рисовать, будет плыть карандаш и не получится красиво. Что мы делаем сначала? Мы просим клиента сесть ровно и выравниваем сами руками его голову, потому что почти всегда все ее наклоняют так или иначе. Выравниваем по горизонтали, чтобы внешние точки глаз находились по линии горизонта. Чаще всего вы замечали наверняка, брови находятся всегда на разном уровне, на разном расстоянии. И вот что я замечала чаще всего, что левая бровь, она чуть выше, и излом, и хвостик обычно чуть-чуть выше, чем правая. У нас такой определенный коридор получается, то есть высшая точка самой высокой брови и низшая точка самой низкой брови. Получается, мы работаем в нем. Я так работаю сама и учу своих мастеров начинать с брови сложной. Если я правша, я начинаю работать с правой брови клиента, потому что я рукой закрываю, мне будет плохо видно, и мне будет сложно искать симметрию, если я начну с левой брови. Во-первых, сначала мы, естественно, снимаем запрос клиента, он нам рассказывает, чего хочет. Он хочет мягкие брови, либо он хочет какие-то ярко выраженные углы. Мы показываем каталог с формами обычно своим клиентам. Это связано с тем, чтобы ускорить время рисования эскиза. Что буду я делать в этом случае? Эта бровь у нее поднята, это опущено. Соответственно, я буду приподнимать опущенную и опускать неправильное слово, но где-то я буду чуть-чуть ниже рисовать на высокой брови. Я считаю, что нельзя рисовать намного выше того места, где растут свои брови. То есть, мы работаем только в зоне, где есть пушковые брови. Никаких в два раза увеличенных бровей, когда мы работаем уже по чистой коже на лбу. Для начала работы нам надо определить точки, где находится, где начинается, где излом, где окончание брови. Для этого я прошу клиента пошевелить бровями вообще, чтобы определить площадку, на которой находится сама бровь. Очень часто получается, ну-ка, подними наверх. Сама бровь, мышцы вокруг глаза, которые находятся, они как бы показывают, где она находится, и что выше нельзя. Можно пользоваться вот этими точками, крыло носа, внешний угол глаза. Это как бы окончание брови, но они очень относительные. То есть, мы можем примерно наметить, где она окончится для себя. Ну, такую небольшую линию. То же самое есть, ну, считается, что правильно. Смотри прямо, как бы не на меня. Крыло носа, внешний край радужки, либо центр радужки. Тоже это очень относительно, и мы должны смотреть на лицо, на ширину носа, на расстояние глаз друг между другом, чтобы это было гармонично. Тоже можно отметить, но обычно у клиента пушковые волоски растут, в принципе, практически там, где надо. Если нет четкого желания изменить сильно форму. И получается, нам надо найти еще точку, где начинается головка брови, потому что очень часто клиенты сами раздвигают, либо они не растут, и тоже надо понять, где она находится. Также существует мнение, что это крыло носа, внешний угол глаза, и якобы там эта точка находится. Тоже оно относительное. Кому-то идет, кому-то крайне не идет. Я ориентируюсь на вот здесь вот ямка возле глаза. По ней вот примерно. И это всегда дымчатая часть, это такое дымчатое начало брови. Она есть у всех практически. С правой брови клиента я начинаю рисовать, я напыляющие движения легкие делаю. Практически всегда я просто закрываю все пространство, вот где растут пушковые, по внешней линии, чтобы это просто было максимально быстро. Ну и естественно, я спрашиваю клиента, чего он хочет, и в соответствии с этим рисую эскиз. Он очень воздушный, дымчатый должен быть, чтобы я могла стереть лишнее, ну быстро одним движением. Одновременно я смотрю всегда на соседнюю бровь. Если вдруг я пошла выше, чем нужно, если она ниже, или если там, допустим, родинка находится, и я не смогу вторую сравнять сразу, я не задираю ее уже. То есть я как бы рисую бровь правую, одновременно смотря, войдет ли левая в эту форму, чтобы они не были на разном уровне сильно. Потом я нарисовав одну бровь, отхожу на шаг, на два, и смотрю, она идет лицу вообще или нет. Не близко, обязательно отхожу на два метра, на полтора где-то метра. И никогда я не начинаю рисовать вторую бровь, не спросив у клиента, это оно или нет, чтобы не тратить время на поиск симметрии, если вдруг это не то, что он хочет вообще. Чаще всего я рисую обычную такую классическую форму с прямыми линиями. Почему прямые? Вот прямая линия по нижней части, прямая по верхней части, также в хвосте она прямая и прямая, у нее единственные точки соединения, ну, слегка закругленные. Эти простые классические линии, они идут всем, то есть если там дуга, я учу своих студентов глаза развивать. Центр я нахожу, центр ось лица я нахожу вот по этому треугольнику, не по носу, не по вообще в принципе лицу, а именно вот этот треугольник по нему, потому что он не изменен ни у кого. Толщину мы обсуждаем. Получается наша толщина, если даже вот эта бровь очень широкая, а это низкая и заваленная, я не могу вот на этой брови выйти на там большой промежуток на пустую кожу, потому что рельеф, который создают собой волоски, он есть, он ярко виден и получается кожа головы, она просто ровная, блестящая, на ней будет пигмент смотреться по-другому, поэтому намного я не увеличиваю, я лучше сделаю тогда потоньше соседнюю бровь, чтобы их приблизить друг к другу по симметрии. Вторую бровь я напыляю, для себя я иногда делаю вот так, я ставлю пальцы в центр лба и с одинаковой скоростью введу вот влево и вправо, и когда я достигаю вот точки излома, одновременно я ее достигаю и с другой стороны, и для меня это уже точка, ну это как тоже как сантиметр на деле. Я прям в брови ставлю точку, чтобы ориентироваться, и точно так же по глазам ориентируясь, у меня, ну у меня в голове эта сетка, но теоретически мастер может горизонталь отмерить по внешним уголкам глаз и поднять ее, чтобы посмотреть, где закончится у него бровь. Он отмеряет как бы по соседней, вот я нашла эти точки очень быстро и просто. Получается это очень быстро и просто на деле, когда приноровишься, то есть у меня по сути три точки, которые я сейчас соединять буду. Тоже без абсолютно без четких линий, очень быстро. Это можно делать теоретически и тенями. Я не стараюсь вывести прям четкую линию, яркую, никогда, чтобы можно было стереть. Я подхожу и убираю все лишнее, но только убедившись издалека, что это лишнее действительно, потому что близко, никогда симметрию не оценить. Клиент должен быть обязательно с открытыми глазами, потому что я вижу, многие рисуют с закрытыми, мимика меняется, вот так все опускается и с открытыми не то же. Я сразу должна убрать лишние волосы, потому что вот здесь они идут по низу, вот здесь они идут, меняют то же направление хвоста. Вот эти волоски, если их оставить во время работы, многие мастера стремятся к ним пройти, проштриховать, они очень мешают и форму теряют, и как бы искажают весь эскиз, который так мучительно искался. Нижняя граница должна быть четкая и ровная. Очень важно еще обсудить с клиентом, как выглядят головки, потому что часто мастера этого не обсуждают, как-то подразумевается, что там дымка и что-то непонятное, а у клиента в голове четкое видение, что, допустим, головка должна быть квадратная, либо она должна быть полукруглая, либо вообще круглая. Поэтому мы даем клиенту зеркало и спрашиваем, чего он хочет, потому что очень часто бывают конфликты с клиентами из-за двух волосин, которые не нарисовал, чтобы была на вертикали. Все обсуждаем. Вот здесь у нас, допустим, в районе излома по нижней части родинка. По родинке работать категорически нельзя, поэтому мы ее освобождаем сразу. И надо все время выпрямлять голову, потому что очень часто в процессе клиент заваливает ее, и вы начинаете рисовать тоже уже там, менять форму, добавлять там, где не нужно. Еще, что, кстати, часто бывает, клиент, вот я сейчас сотру, насколько я вышла вперед, клиент раздвинул брови сам, они перестали расти. То же самое, мы не можем взять и нарисовать прям сантиметр вперед, мы можем максимум полтора миллиметра выдвинуться, чтобы максимально их сблизить, сделать симметричными, и ждем, когда заживут, когда отрастут свои, потом еще сближаемся, потому что как вверх, так и вперед нельзя выдвинуться на пустую кожу намного. То есть миллиметр-полтора максимум. Вот здесь пушковые волосы, и можем работать только в районе их. Если бы их не было, очень часто бывает прям пустая кожа, мы можем выйти максимум на полтора миллиметра, дать возможность вырасти и снова потом еще чуть-чуть сдвинуть, пока мы не поставим их на место. Это бывает довольно длительный период.